здравствуйте туристы и милитаристы поздравляю всех с наступившим но по крайней мере у нас здесь в эстонии совершенно очевидно наступившим летом и по факту но давненько лет 8 точно не было так чтобы вот действительно хорошо так лето начиналось дай бог чтобы так все и продолжалось потому что возможно я помню несколько лет назад был случай когда мы ездили на дачу знакомым на иванову ночь а это 23 июня и у меня юля была в зимней кортки я был в такой утепленной кофте на очень хорошо помню этот праздник это был реальный дубак ладно поехали нож бушкрафт сергея чаванин 12 knife и сегодня ему не достанется курицы мясо достанется ветчина по большому счету особой я разницы не вижу давайте посмотрим что у нас по хлебушку мне очень интересно в первую очередь его конечно потестировать на улице ну вот я могу сказать что хлебушек далеко не все ножи вот так вот разрезают без вот это вот перешки а просто одним движением в один проход позвонил мне сергей вчера вчера позвонил ну как там мои 22 градуса нуля имея ввиду что здесь сканди в ноль и груда непонятно еще еще не успели мы до улицы добраться у нас тут то одно то другое ну перед буду ждать новостей но хорошо посмотрим на самом деле по хлебушку он прошелся прям совершенно так не невесомо незаметно очистим несколько картофелин так вот несмотря на то что нож у нас хороший хорошего человека поговорить я предлагаю сегодня о плохом поговорить я хочу с вами о предателях и не о тех изменниках которые там от марии иванны ушли к марии петровне о конкретных людях которые предали свою страну своих товарищей своих соратников своих подельников как угодно что людьми двигает на самом деле у меня такое ощущение что вот это это называется чистка картофеля силой мысли блин он он реально он просто даже я не чувствую немножко неровная выходит стружка потому что вообще нет сопротивления просто сопротивление со стороны картофеля картофель издается без какого-либо сопротивления поясню вот мне интересно сталкивались вы вот с таким ли не сталкивались я лично своей жизни сталкивался неоднократно то есть самый простой пример это было прям ну буквально я об этом знаю были два товарища они занимались не совсем законными делами но будем считать их петя и вася вот и в какой-то момент вася прикрыл очень хорошо петью взяв всю вину на себя сел за него потом через какое-то время вышел петь и на самом деле он не стал от этого там законопослушным или еще что то нет он так и продолжал там воровать своими делами заниматься и по происшествии несколько нескольких лет когда вася наш уже был на свободе его искали однажды полицейские реально искали по подозрению там совершение одно преступление и петя сам лично пришел его никто не просил его никто ну как бы там не то что там угроза нет этот вариант вообще не рассматривался пока что петя лично пришел к операм и сказал а я знаю где мой друг вася это будет стоить 500 крон по по тем временам 500 крон то уже были небольшие деньги вот ну и потом тут тут уж как говорится правила игры такие потом петя неоднократно и с удовольствием сдавал ближних и дальних своих за разные щедрости вознаграждения то же самое происходит в тюрьмах например тюрьмах стукачи которые стучат на своих сокамерников операм они это делают не потому что их там кто-то избивает или кто-то их там я не знаю там шантажируют как-то зажимает соски в тиски не а ничего подобного картофель это просто был какой-то восторг я даже вот честно сказать я даже немножко ошеломлен насколько нож острый посмотрите какая у нас сегодня луковичка досталась но позвать я просто это такая луковица для первого цеха называется я просто у меня одна луковица белого и вот такая же мелкая красного красный пойдет салат белый я сейчас порежу а завтра просто в омлет его пережарю ну так вот тюремным опера вообще это пофигу то есть если нет какого-то конкретного заказа от полиции там или чем я уверен что система она работает независимо от страны в эстонии в россии где угодно в штатах никарагог где угодно так вот если нет какого-то именно конкретного заказа от там полицейских или от каких-то там спецслужб никто никому не интересен люди стучат на ближних своих из любви к искусству то есть там за решеткой даже не за бабки даже не за деньги а просто потому что натура такая и вот то есть ну скажем я примерно себе представляю что это такое и я до сих пор для себя вывел не до сих пор для себя в какой-то момент я для себя сделал что это действительно какой-то вот извращенный вывих сознания что это невозможно как-то предугадать то есть очень мизерный шанс лук тоже самое здесь совершенно идеальные кубики получились и практически не чувствуется действительно не чувствуется того как идет нарезка что чувствуется однозначно чтобы не нравится камера на которую я сейчас пишу надо мне действительно задумываться над покупкой нормальной камеры потому что действительно стоит того удобно приблизил фокус пришел сразу показал что и как ну вот фокус так и не пришел ну да ладно я думаю что вы понимаете о чем разговор вот он пришел когда я не так так вот это какой-то я не знаю именно извращение психики это какое-то вот ну неправильное может быть воспитание какие-то какой там там не знаю ген предательства и так далее то есть крайне редко человек предает потому что его шантажируют или потому что его там принуждают к этому еще какие-то вот такие моменты нет в основном из-за бабок или просто из любви к искусству и опять же по моему глубокому мнению я уже про стукачей говорил это один из очень тяжких грехов то есть в аду есть специальный департамент разделенные на отделы который посвящен именно куда отправляются все предатели самого разного пошиба самого разного уровня и там сидят черти с раскаленными кочергами и вот этими кочергами они взбалтывают предателем мозги через жопу чтобы было понятнее чтобы было ощутимо скрипай ну ясно понятно современная масс-медиа нужно объяснить всему мировому сообществу о том кстати ребят без политики чисто с точки зрения именно вот кого-то ну момента профессионального нужно объяснить ему мировому сообществу о том какая кровавая говня до сих пор у нас в россии и вот эти вот возмущенные там санкции шманкции и прочее я читаю все это и думаю а я читаю именно переводы западных газет я очень-очень редко читаю российские газеты почему потому что ну я имею ввиду там сайты российские почему то что я совершенно четко понимаю что там написано я знаю о чем там разговор и мне очень интересно что пишут о россии что пишут о бывшем союзе о прибалтике очень интересно именно там американские британские французские какие угодно газеты ну понятно там санкции шмаксы но ведь реально я понимаю что большинство сейчас конечно не скажете что это там стадо и прочее прочее но дело не в этом большинство людей они действительно считают это актом какой-то вот агрессии актом какой-то скажем так ну чуть ли не терроризма со стороны российских спецслужб что они совершили покушение на своего бывшего коллегу вот из десяти баллов нарезка помидорки здесь причем совершенно вот конкретно по помидорке вообще не чувствовалось я вот помните переживал как же так будет 1 3 только резать потому что здесь упор нет нарезка помидорки она идет именно вот я одну помидоринку нарезал так достаточно ровно и тоненько и остальные я буду нарезать ну ладно вот остальные я буду нарезать покрупнее потому что мне моя драгоценная половинка все таки высказала она сказала что я во первых должен вырезать жопки ну не должен она попросила скал почему ты не вырезаешь жопки из помидоров так и был бы госзаказ почему бы и нет я как-то ровно дышу как к их присутствию так и к их отсутствию я сказала что слишком уж ты увлекаешься у тебя нарезка помидор но просто какие-то вот эти вот ломтики их потом не собрать на вилку поэтому нужно немножко потолще наверно нарезать так вот почему обычные люди обыватели они просто не могут на секундочку включить мозг и подумать что в этом противоестественно ну про противоестественного чтобы сделал тот же самый массат не 6 цру там какие вы какие угодно спецслужбы с людьми которые предали который продали их другим спецслужбам и тем самым скажем так ну вплоть до того что подвергли риску жизни своих бывших коллег какой из этого ну может быть выход какое из этого может быть как какое может быть только решение только одно правильно грохнуть предателя и это совершенно естественно почему потому что как очень хорошо описал в своем замечательном романе аквариум талантливый автор по совместительству перебежчик и предатель родины резу он же виктор суворов вот очень хорошо помните первую сцену романа аквариум когда там сжигают предателя в печи так вот так и должно быть потому что условия игры такие когда ты подписываешься на это когда ты вступаешь в эту игру ты должен понимать что выход только один через трубу правильно как как сказал суворов но при этом знаете на самом деле говоря об аквариуме и о суворове потрясающе вот просто потрясающе я не про я не про суворова про помидоры действительно вот эти сканди в ноль я просто не чувствую я совершенно не понимаю чем нож режет он просто такое ощущение что я по воздуху клинком вожу не встречает сопротивление от слова совсем вот надо не забыть но я забуду конечно это уже возрастное но надо бы не забыть после уличного теста попробовать порезать бумажку потоньше потому что сейчас у меня просто какие-то но и не знаю просто сверх эмоции от его работы это наверное чуть ли не самый острый нож который у меня был на кухонном тесте очень острый так вот то есть вызывает удивление другой факт то что скрипаль так долго жил если опять же следовать логике я не являюсь там каким-то работником спецслужб но я именно свои рассуждения строю на своем собственном каком-то здравом смысле так вот если он так долго жил после этого предательства там после своих вот этих всех вещей и только сейчас как-то уж совсем в удобное время его грохнули причем грохнули так топорно что или он там даже я не знаю вот честно говоря меня этот вопрос не интересует с точки зрения именно конкретной личности вот данного предателя потому что я даже читал какие-то заголовки что он жив там остался не жив неважно суть в том что его должны были убить гораздо раньше и гораздо профессиональнее и то что сейчас это сделано именно посредством газа новичок и так далее совершенно четко указывает что это сделали сами бритиши ну и тут два варианта или он перестал быть полезен бритишам или что скорее всего возможно он все это время до этого времени был полезен российской связи звук прям я думаю вы слышите такой жизнеутверждающий звук раскалываемого огурчика не мешает упор от слова совсем очень удобный хват то есть если у вас этот нож будет с вами где-то на природе я уже сейчас могу вам сказать ребят берегите пальцы потому что он мега острый но опять же сергей как он мне сказал он делает микроподвод для того чтобы кромка было поустойчивее защита от дурака так сказать но это я сейчас сказал в шутку потому что к сожалению не все понимают шутки так вот возвращаясь как варен весь прикол в том что я прочитал эту книгу первая у меня мысль была опять же несоответствие то есть на нескольких сотнях страниц господин суворов рассказывать нам о том какой умный профессиональный и беспощадный организации он имел честь принадлежать после этого как-то это организация совершенно палаховский дает ему соскочить и самое главное что после этого его так умело прячут что он дает какие-то интервью конференциях участвует и так далее так далее и при этом как продолжает жить продолжает свою жизнь изменника родины то есть здесь конечно вмешалась политика потому что как оказывается он сдавал то советский союз он боролся он оказывается у нас не предатель родина нас оказывается антисоветчик без политики на канале но и единственный вывод вернее нет два вывода 22 вывода напрашиваются из всего из этого огурец просто отлично пошел первый вывод виктор суворов нам свистит о том насколько профессиональная и беспощадная организация была в которой он работал он врет он преувеличивает почему именно потому что он остался жив такое долгое время второе он просто продолжил работать на эту организацию вот и все то есть какие бы там проверки он не прошел я уверен что он прошел именно когда он сдался британцам он прошел массу проверок ну вот как-то не складывается согласитесь то есть в этом плане наверное я просто не разбираюсь и мне может кто-то объяснит кто кто лучше разбирается почему так происходит но по факту именно исходя из какого-то здравого смысла исходя из какой-то логики так и должно быть если главное разведывательное управление настолько круто организация то почему ты видя до сих пор жив или до сих пор полезен своей организации поэтому ты жив ну неважно на самом деле большее предательство гораздо совершили люди которые опубликовали это да это настоящий вред ни один перебежчик который продал там своих коллег сколько пеньковский пеньковский сдал 600 по моему сотрудников из которых 50 по моему где-то около 50 было офицеров гроу так вот не один суворов тире пеньковский не принесет столько вреда сколько какой-то сраный издатель который за какие-то вот гроши может опубликовать подобную талантливый надо сказать но все-таки блевотину почему а потому что человек начинает верить себя начинает писать дальше и дальше уже идут прямые скажем но опять же мы об этом сейчас не будем во всяких там ледоколах и прочее а ведь люди верят к сожалению когда я был я вам скажу даже не когда я был его нет это происходило до буквально последнего какого-то времени я думал о офицерах белой армии в частности казака об офицерах и солдатах белой армии которые эмигрировали и потом служили на стороне вермахта то есть не конкретно там а краснове ашкуро не там все понятно там действительно именно слишком высокий уровень а обычных людях обычных василиях и горах николаях и вот как-то я для себя вот вот думал что являются ли они предателями родины безусловно совершенно очевидно то есть при всем при том что они не любили большевиков при всем при том что они возможно пострадали при всем при том что они возможно потеряли своих близких гражданской войне все равно совершенно четко это предатели родины потому что они встали на сторону вермахта они служили но лично моя такая затыка мозговая ну вот на самом деле я вам скажу ребят что как раз таки я рад что у нас сегодня ветчинка потому что с этим клинком с его остротой разобрать курицу это можно по секунд по секундомеру сделать а здесь гораздо важнее нарезать тонко нарезать аккуратно и видите один из редких случаев когда ветчина грубо говоря позволяет себя резать практически под прямым углом как бы на весу то есть я делаю такой вот вначале пропил и потом буквально довожу реально бритвенная острота реально нож заточен просто как-то но неимоверно это действительно очень круто так вот я про себя думал предатели предатели преступники преступники но что-то во мне внутри говорила что уверен ли ты что ты бы так не поступил и какое-то время я совершенно честно вам говорю я признаться не был уверен почему потому что я понимал что голос крови он сильнее любого патриотизма если у тебя так уж получилось гражданская война если у тебя ходе гражданской войны красные убили твоих родных и близких если в ходе гражданской войны пострадала твоя семья именно пострадала так знаете по крупному когда действительно терять уже нечего человек просто один остался то это гораздо вот голос крови он гораздо сильнее голоса нации это ближе потому что это почему потому что моя родина это первую очередь мои дети правильно это первую очередь мои родители вот это моя родина а потом уже но про родину сейчас не будем я об этом неоднократно говорил что родин мы мы по большому счету наше поколение произносят слово родина тут очень много есть о чем поговорить слушайте да бесподобно на самом деле просто шикарно при всем при том что короткий клинтус мне явно не хватало мне приходилось дорезать и здесь вот с этой стороны явные такие неровности есть но в общем и целом хорошая не толстая нарезка к этому кстати говоря мой генерал-адмирал тоже предъявляет те еще требования говорит слушай ты же не со своими пацанами где-то в походе нах нарежь нормально колбасы ну то что я говорю это как правило так довольно невежливо перед перед переводя на наш нормальный мужской язык это очень звучит очень звучит мило так и знаете даже с каким-то сюсюканьем но переводя на наш язык это звучит да нарежь сама вот и все так вот через какое-то время я понял не а не кать почему потому что твою семью твоего отца твоего брата твоего сына убили большевики убили красногвардейцы и ты чудом спасся и всю свою жизнь жил только вот этой ненавистью вот этой вот неприходящей непроходящей ненавистью которая в тебе живет по отношению к вот тем самым большевикам которые сломали всю твою жизнь апс вовремя убрал вот я просто здесь в данном случае я уже просто понимал что чуть-чуть зазеваешься и будет и все это понятно чисто по-человечески но потом смотрим дальше а в каких операциях вермахт задействовал в основном бывших правильно в карательных и получается что у тебя претензии к большевикам у тебя претензии к советской власти а тебя заставляют убивать гражданское население глядя дальше глядя на то что сейчас творится опять же не ну без политики но факт том что у тебя могут быть какие угодно убеждения ты можешь быть насколько угодно прав своей своей вот позицию ну уверен своей правоте но если ты обстреливаешь гражданских все это черта за который ты по-любому не прав ты можешь быть по жизни сколько угодно прав но когда человек стреляет по граждански он сразу же становится неправ априори неважно какого цвета гражданский неважно какой национальности гражданский это вообще все уже не важно солдаты должны воевать с солдатами сумбурный очень получился у меня такой монологик скажем так но мне интересно вот какие-то ваши примеры кстати вот по ножу буквально за финальную несколько поражу даже я честно сказать я не успел понять насколько удобен или неудобен клинок насколько удобно здесь или неудобная геометрия потому что он вытащен настолько что это было реально вот ну я просто водил по воздуху и кромсал так как мне хочется это но просто сверх за . 22 градуса в ноль серега это это что-то поле ну что-то него невообразимо и надо сказать несмотря на всю его увесистости такой вот задумчивость именно задуманность под лес очень удобный кухонный хват вот таким вот образом суперски нарезается кстати говоря забыл когда делал обзор ножа что его на самом деле можно еще взять при каком-то вот именно потюки вание вот таким вот образом что здесь вот этот выход он задуман именно для этого для того чтобы при необходимости в два раза длиннее становится нож и можно было бы как-то вот поработать то есть все кого интересовал только нож на этом мы финале потому что действительно я к сожалению не понял кухонность ножа потому что он настолько круто заточен что у меня просто все разлетелось и я понимаю что куну даже прикольнее то что была ветчина чем курица сколько было офицеров милиции которые предали всех и вся после только наступил капитализм я сам знаю опять же не не понаслышке что некий полкан он работал в розыске как раз таки когда подошла демократия он уже был в такой возрасте в солидном скажем так ну и особо не запариваясь не стал продолжать карьеру после наступления демократии а стал читать лекции вдумайтесь лекции проводить учебу преступников он инструктировал преступное сообщество именно на тему того как ведется оперативная работа как ведется слежка каким образом ведется вербовка какие средства используются для того чтобы там прослушка не прослушка то есть все нюансы он инструктировал преступников как вести себя в камере при задержании как вести себя на допросе насколько нужно быть конченым чтобы так вот поступить это просто ну это просто самое самое дно это просто вот это просто какой-то пипец и я уверен что не только в эстонии такое творилось ребят это повсюду и повсеместно а кто-то при этом ладно этот хоть персонаж он вышел на пенсию и устроился педагогом а кто-то ведь продолжал работать продолжал работать носить погоны и заниматься вот такой вот херней полностью полностью вот эти вот и вот все эти люди которые сами состоят в преступных сообществах издают своих которые носят погоны издают своих которые носят гораздо более серьезные погоны издают своих они все заслуживают смерти я против смерти ну я против убийства как такового ну хорошо давайте так они все заслуживают пожизненно сидеть в одиночке не будем убивать будем гуманны то есть это очень очень даже об этом вот разговаривать это крайне неприятно об этом говорить и все это кстати говоря было присыпано густо присыпано неимоверной и человеческой глупостью почему потому что опять же когда наступила свобода просто тонны совершенно засекреченной литературы оперативной литературы литературы но инструкций каких-то вот учебников по оперативно-розыскному делу они были просто выброшены не сожжены не порваны не уничтожены нет почему ну потому что это же не актуально это же старая прогнившая советская система теперь у нас демократии для а схем это одни и те же они как были во времена египетских фараонов так и будут когда марсиане высадятся на землю то есть ничего не поменяется но все это было есть и будет но какие-то дуболомы в какой-то момент и я точно знаю кстати говоря вот это вот я вам могу сказать это я точно знаю не только происходило в эстонии реально посчитали ну это же наше проклятое наследие и просто вот вот так вот на двор целыми пачками целыми контейнерами книги которые но за разглашение каждой из них там можно было срок получить такая тупость она просто нереальная какая-то но как-то вот я на самом деле понимаю что я с какой-то слишком глобальную тему затронул и не хватило мне вот этих вот 33 минут на то чтобы как-то ее раскрыть есть желание давайте пообщаемся давайте пообсуждаем нет как говорится вернемся к чем-то более приятному и будем какие-то более более позитивные темы обсуждать спасибо за просмотр извиняюсь за сумбур извиняюсь за то что я сегодня явно потупливал дело в том что я категорически не выспанный но нужно идти делать дела увидимся ребят вот так вот 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 вот